Привет, друзья! В продолжение темы с стратегическим ядерным оружием России нельзя оставить без внимания и одно из самых опасных и проблемных для противника – межконтинентальные баллистические ракеты ЯРС. Недавно Россия провела учение по пуску ракет ЯРС. РС-24 ЯРС – российский стратегический ракетный комплекс с твердо топленно-межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, разработанным Московским институтом теплотехники и впервые испытанным в 2007 году. Ракета ЯРС производит Воркинский завод, расположенный в Эдмуртии. На основе ЯРС создан железнодорожный мобильный комплекс ракетного вооружения «Барбузин». Пусковая установка ракетного комплекса РС-24 ЯРС размещается на шасси тягача МАС МЗКТ-7922. Его скорость – до 45 км в час, запас хода – до 500 км. Водители тягачей МАС проходят спецподготовку. Видео есть на канале. РС-24 создан на основе советской ракетной системы «Тополь-М». Срок использования ракет ЯРС в полтора раза больше, чем у «Тополь-М». Сейчас у России предположительно 180 ракет РС-24 ЯРС мобильного базирования и около 24 ракет шахтного базирования. Количество ракет растет, так как идет перевооружение. В состав комплекса входит и ложный дивизион с надувными макетами ракет и имитаторами работы двигателя. Обычно мобильные комплексы ЯРС с сопровождением используют на маршах протяженностью до 100 км в безлюдной местности. Их постоянно пытаются отследить со спутников. На данный момент современные средства ПРО не способны прочитать траекторию полета ракет. Во время полета ракет используются активные помехи, а также фальшивые цели. Длина трехступенчатой ракеты РС-24 17,8 метра. Диаметр 1,86 метра. Масса 46 тонн. Ракета оснащается четырьмя разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Мощностью до 500 кт каждый. Для сравнения, мощность бомбы в Яросиме 15 кт. Круговое отклонение ракеты от цели до 150 метров. Дальность полета до 12 тысяч километров. Время подготовки к пуску несколько минут. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова